Нет, 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 нет. Это случится через 20 минут. Питер Пенн. Волшебная сказка по мотивам всеми любимой детской книжки Джеймса Барри и дипломная постановка студентов Щуки. Выпускники театрального института помогали режиссеру придумывать спектакль и рисовали для него декорации. Вся сценография родилась из их эскизов. Когда нам была возможность сделать спектакль Питер Пенн, он также будет дальше передаваться. И мы играем сейчас последние спектакли. Для нас это тоже и горько, и радостно. А это спектакль для нас уникальный, потому что мы отчасти сделали его сами. Не было такого, что режиссер пришел и сказал, делайте то-то, то-то, то-то и то-то. Это должно быть так. Мы вместе долгое время выдумывали, как это может быть. Пэнти появилась на свет первая, потом Джордж, а после Майка. Федор Поросюк – продолжатель актерской династии. Его отец Марк Поросюк – актер театра имени Пушкина. В 12 лет Федя играл в рождественском спектакле «Вместе с отцом». Теперь Федор на знакомую с детства сцену выходит вместе с однокурсниками. Играет в Питере Пенни две роли. В дневных спектаклях он «Отклеившаяся тень». В вечерних – средний брат Венди Джон. У него прописан в книге, в повести «Цилиндр». То есть он немножко играет уже в папу. Ему хочется пародировать папу, как он статный, как он ходит в «Цилиндре». Во второй раз стань папочкой. Мальчик или девочка? Мальчик. Как? Мальчик! Мальчик! С Федором как-то так совпали наши желания. Не нужно было просить. Он долго смотрел репетиции, когда даже король лир, ему был совсем маленький. Он просмотрел все репетиции, ему было интересно. А когда видишь свое чадо, когда уже голос стал погрубее, уже как-то возмужал, уже как-то мозги прибавились не только мужские, но и актерские, профессиональные мозги. И это большое счастье. Спектакль «Питер Пен» выпускников Театрального института в 2015 году вошел в репертуар Московского театра имени Вахтангова. В Красноярске его привезли как одну из самых ярких премьер уходящего сезона, чтобы показать на фестивале театральный синдром. Клавдий Стельмахович, Михаил Масленников, Афонтова Новости. Субтитры создавал DimaTorzok